Добро пожаловать в подземный город. Столица республики приглашает на новый туристический объект. Специалисты уже занимаются его оформлением. За ворота тайны заглянула наша съемочная группа. На московской набережной Волги продолжаются работы по обустройству входа в подземный город. Пока в истории возникновения этого артефакта больше вопросов, чем ответов. Одна из легенд рассказывает о туннелях, которые объединены в улицы и скрыты глубоко под землей. Возможно, их строили во времена гонений и смут, когда чуваши-язычники не хотели принимать христианство. Возможно, здесь прятались священники во время гонений, но на данный момент удалось обнаружить только вход. Такие предположения не случайны, ведь рядом находится множество религиозных сооружений. По историческим данным, подземный ход мог вести к мужскому и женскому монастырю. Туннель, к сожалению, не сохранился, а вот ворота – важная историческая находка. Сотрудники архитектурного бюро попытались сохранить самобытность сооружения и реконструировали его с учетом особенностей того времени. Я конкретно, конечно, не знаю, какие тогда были ворота, но пропорция этих ворот и арка сама, она взята с той предыдущей стены, которую нам пришлось все-таки заложить, потому что стена валилась. И нам пришлось ее укрепить, сделать ту же самую арку, и сейчас идет обкладка натуральным камнем. Чтобы предотвратить повторный обвал, на склоне были высажены плакучие ивы, виноградная лоза. В планах установка фонарей, выкладка брусчатки под старину. Вход в подземный город – это уникальный объект, и, возможно, он хранит ответы на многие вопросы. После затопления водохранилища у нас это единственное место, где мы можем изучать древний город. Конечно, если начать археологические раскопки по изучению вот этих подземных ходов, которые, возможно, там есть, а может быть, там их и нет, кстати. Конечно, попутно мы получим большой материал по древнейшей истории города. Мы бы очень хотели этот проект реализовать, но тут все зависит от желания администрации города. В следующем году здесь откроется полноценная декоративная площадка и зона отдыха для горожан и гостей столицы. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.